Сегодня мы с вами посетим павильон Космос. Это одно из основных жемчужин ВДНХ. Там интересно не только детям, но и взрослым. Это удивительное по архитектуре строение не оставляет равнодушных гостей выставки и чаще многих появляется на их фотографиях. В 90-е и начало 2000-х были не самыми простыми периодами жизни павильона, как и всей выставке. Новое рождение Космоса случилось 12 апреля 2018 года, когда завершилась удивительная по сложности и кратчайшим срокам научная реставрация павильона. Специалисты вернули ему облик 1954 года, восстановив не только исторический вид фасада, но и внутренний дизайн. Тогда же здесь открылся крупнейший космический музей страны, Центр космонавтики и авиации. На высочной площади 15 тысяч квадратных метров представлены сотни экспонатов, оригиналов и макетов космической техники, архивных документов и интерактивных зон. В Центре космонавтики и авиации можно увидеть уникальный экспонат – подлинный спускаемый аппарат транспортного пилотерного корабля «Союз». Этот аппарат совершил посадку 11 марта 2014 года в Казахстане. Понятие «спускаемый аппарат» появилось только на этапе развития космонавтики. Оно не свойственно ранее изобретенным видам транспорта. Автомобили, поезда, морские и воздушные судна прибывают к месту назначения в том же виде, в котором отправлялись в путь, а не частями. Но при движении с космическими скоростями все иначе. Происходит разогрев падающего тела до огромных температур, вследствие превращения огромной кинетической энергии в тепло. Легче решить задачу спасения с помощью термозащиты только часть космического корабля, который получил название «спускаемого аппарата». Аппарат покрыт толстым слоем специального вещества, который позволяет сохранить внутри аппарата приемлемую температуру, при том, что на некоторых этапах спуска температуры непосредственно за бортом доходит до 3-4 тысяч градусов. В спускаемой аппарате находятся места для трех космонавтов – системы жизнеобеспечения, управления и парашютной системы. Также помимо космонавтов в нем можно вернуть на Землю 100 кг груза. Также мы видим с вами беспилотный орбитальный ракетоплан. Призначался он для отработки в условиях реального космического полета теплозащиты будущего орбитального корабля «Буран». Он имеет небольшие размеры, длину около 4 метров и вес менее полторы тонны, почти как автомобиль. Двигатели, топливо, портовая ЭВМ, системы автоматики и навигации – вот и все, что в нем уместилось. Также мы видим с вами ракетный двигатель РД-170. Является в самом мощном в мире среди тех, что работают на жидком топливе. В качестве топлива в нем используется ракетный керосин и жидкий кислород. Размеры двигателя поражают – 4 метра в высоту и почти столько же в диаметре. На базе легендарного двигателя было создано несколько новых, усовершенствованных версий. Некоторые из них используются и до сих пор. Например, РД-180 – он используется для первой ступени американской ракеты «Атлас-5». Рядом с Монолитом располагается Центр управления полетами и стенд, посвященный спутнику ВДНХ-80. Центр управления полетами уступает по масштабам и задачам главному российскому Центру управления полетами в городе Королеве. Зато здесь поучаствовать в себе экспертом в области космонавтики может любой желающий. Пожалуй, самой красивой частью павильона «Космос» и его визитной карточкой является «Величественный Купол». В Центре космонавтики и авиации можно проследить эволюцию космических скафандров за почти 60 лет. 10-летнюю историю полетов человека в космос. Также вы можете посетить орбитальный комплекс «Мир». Это уникальный экспонат. Он использовался для работы долговременной экспедиции, проведения различных научных экспериментов в условиях космического полета. «Космос» и «Солнечный Купол» и «Солнечный Купол». «Вот это. Который при». Субтитры создавал DimaTorzok